В 2008 году я приехала сюда учиться в Ельский университет. Случайно. Вообще мечтала в Америку поехать лет с 13, но это были такие мечты абстрактные. Я была скрипачка, я училась в Москве, в училище при консерватории московской. Меня мой педагог в Москве, он вообще не хвалил ни разу, наверное. То есть самая лучшая похвала это было «Ну, это неплохо». Вот это вообще просто, я могла вообще взлететь от счастья. А когда я приехала в Штаты, мне сказали «Вау, там красивая музыка», я не поверила. Я подумала, все, на мне крест, видимо, поставили. У меня был зуд, что я вот могу теперь писать много и это будет исполняться. И я это делала, то есть таким образом я портфолио набила. 16 произведений я написала за два года. Это была мастерская программа, магистратура. Вот в конце последнее мое произведение было для оркестра. Большой симфонический оркестр. Зимний колкала. Это не минимализм, это не авангард. В моей музыке есть мелодия, есть гармония. Ну, такой новый романтизм. Не знаю, Чайковский на стероидах. У меня было ощущение, что вот, я вроде как, у меня получается. Зачем возвращаться в Россию, когда там как будто бы я и не нужда. Ну, никто никому нигде не нужен на самом деле. Надо быть нужной себе. Вот так вот. Здесь я преподаю. У меня большой класс учеников, композиторов. Все это доставляет удовольствие, потому что ребята совершенно замечательные. Я хочу задержаться в этой стране и продолжать то, что я делала. Как получилась эта мелодия, я вообще не могу ответить. Как-то сама она ко мне пришла, с неба упала практически. Когда мы начали говорить с Паскалем, он мне дал задание. Обратись к своему прошлому. Вспомни, как ты девочкой залезала на крышу на даче и играла там на скрипке. У нас дом на даче на берегу Волги стоит. Очень красивое место. Мой отец откопал запись. Мне там 10 лет. Я самозабвенно что-то играю на скрипке на фоне Волги, сидя на крыше. Первый раз я ему сыграла эту мелодию, он заплакал. Он хотел современного русского композитора, потому что программа из русской музыки состоит. Во всей программе три произведения. Чайковский, Стравинский и современный композитор из России. Ему порекомендовали меня, а конкретно полицейский лауреат, с которым он уже работал, Арен Джей Кернис, который меня знал из Ельского университета. Мне кажется, он гениальный хореограф. Потому что его хореография наполнена смыслом. То есть это не просто какие-то пируэты или оригинальность, он пытается сказать. Нет. Очень глубинные, глубочайшие мысли он закладывает в свою хореографию. Он фанат русской культуры. Он фанат Тарковского. Настолько фанат, что очень много образов взято из Тарковского фильма «Ностальгия» в нашем балете конкретно. Эти девять месяцев пролетели как один миг. Наверное, одно из самых счастливых моментов моей жизни было вот эта работа над балетом. Я ленива. Ты ленива? Я просто люблю музыку сочинять. Я очень ее люблю сочинять. Я не замечаю, что время летит, когда я сочиняю. Когда у меня есть возможность сесть и начать что-то там ваять. Даже когда плохо идет, я все равно наслаждаюсь этим процессом. Я думаю, что это связано с тем, что я очень давно хотела быть композитором. Всю жизнь, да, с детства. И наконец-то у меня есть такая возможность. Это когда ты очень сильно чего-то хочешь, и наконец-то у тебя есть эта возможность. Ты себя щипаешь и думаешь, о, ну вот, пожалуйста. Ты это очень хотел, пожалуйста. Поэтому я правда благодарна каждому дню, что я композитор. Я до сих пор не могу поверить, что я пишу музыку, и это кому-то нужно.